Всех приветствую, сегодня я попытаюсь вам помочь создать сервер Вунте для игры с вашими друзьями и попытаюсь рассказать, как открыть порты. Для начала перейдем в вашу библиотеку стима и зайдем в раздел инструменты. Здесь находятся все доступные вам инструменты, для нашей цели мы перемотаем в самый низ. Находим антернет-дедикатит сервер, пэкаем по нему, свойства, локальные файлы и ищем просмотр локальных файлов, только скачать, не забудьте его для начала. Ищем файл антернет-экзи и создаем для него ярлык. Переименовываем ярлык, как вам удобно. В моем случае я назову его как антернет-дедикатит локал сервер. Пэкаем по нему и переходим в свойства, ищем строчку, которая называется как объект. Идем в конец этого названия, потом вставляем небольшой скрипт запуска приложения, который я укажу в описании. В конце, после слеша вы должны написать локальное имя сервера, это для удобства, если вы используете сразу несколько серверов, и не путались. Не забудьте, что в скрипте в начале используется пробел, если его не поставить после двуточия, работать он не будет. Запускаем наш сервер и чуток ждем, пока он создаст необходимые нам файлы для работы. Здесь вы можете настроить консоль, чтобы вам было удобно с ней работать, выбрать шрифт, цвет текста и так далее. Переходим в папку с нашим сервером и ищем файл с командами. Открыть его можно любым текстовиком, в моем случае это notepad. Нейм, это название нашего сервера, которые будут видеть игроки в игре. Порт, здесь вы указываете желаемый порт, я напишу 25565, либо же вы можете выбрать другие 2, как их открыть я расскажу в конце видео. В перспективе бутх отвечает за настройки камеры, первое и третье лицо. Мап, здесь вы можете указать карту, на которой будет стоять сервер, я возьму Вашингтон. Моди, это режим игры, легкий, средний, сложный, или же голд, для голд аккаунтов, пвп или пивэя. Режим второй отличается лишь отключением урона по игрокам, себе я поставлю пивэя. Пасворд, это пароль, который вы можете поставить на сервер, напишу 12345, вы же можете указать любой другой, не превышающий 15 знаков. Овнер, тут нужно указать айди создателя сервера, чтобы на него не влияли такие команды, как у надмин или килл. Ссылку на сайт я оставлю в описании. Здесь нужна ссылка на Ваш профиль, заходим в Ваш профиль и копируем ссылку от него, далее которую мы вставляем на сайт. Вот и всё, нам нужен айди 64, берём и копируем его, потом вставляем в наши настройки с сервером. Сайкл, это временной континьюм, который будет на Вашем сервере, число 3500 различается как 3500 секунд, смена дня и ночи на сервере. Всё, запускаем наш сервер и смотрим, нету ли у нас ошибок. Ошибок нет. Круто. Сейчас помогу Вам с настройкой хамачи, запускаем его. Переходим по следующим путям. Система, параметры, ещё раз параметры, дополнительные настройки. Листаем чуток вниз. Для тех кто знает, указывает тут уже открытый порт, ну или можно просто это не трогать, хуже не станет. Использование прокси сервера мы отключаем, листаем чуток вниз. Шифрование и сжатие мы отключаем полностью. Для фильтрации, трафика мы выбираем пункт, разрешить всё. Смотрим сюда. Разрешение по протоколам такие как, MDNS, L, LMN, R мы выбираем пункт, да. Возможно вам потребуется перезагрузка хамачи, для этого просто нажмите двух раза на эту кнопочку. Но так как я не онлайн, я нажимаю один раз. Итак, создаём локальный узел в хамачи. Переходим в сеть и создаём и новую сеть для наших друзей. Сюда пишем любое название, которое будет отображаться в хамачи у вас и ваших друзей. Заранее советую вам сохранить название и пароль от хамачи, так как часто пароли забываются и бывают проблемы с подключением. Что делает для подключения ваш друг? Переходим в сеть и подключение к новой сети, здесь он указывает ваше имя и пароль от только что созданной вами сети в хамачи. У меня ошибка, так как эта сеть уже создана. Готово. Переходим в игру. Для вас прошло мгновенье, а для меня пару минут. Для начала открываем хамачи и копируем ваш айпи в нём. Для этого пэкаем по номеру и копировать адресы в 4 и кидайте друг. Или же друг сам может взять ваш айпи, для этого он должен нажать в сети, а вам пэкаем и копировать адрес. Возможно если у вас старая версия там будет ип в 4 и ип в 6, но вы знаете что нам нужен 4. В игре переходим в play, коннекты пишем следующие, в первое поле вводим айпи владельца сети в хамачи, а во второе поле порт, который мы указали в настройках сервера. Блядь, пароль забыл. Три пупа шакалка тадм, всё готово. Забыл. В максплеерс мы пишем число для максимального количества игроков. Собственно вот и наш сервер. Вот мы с админкой. Попробуем себе что-нибудь выдать. Ага, забыл последнюю команду. Пишем читсы на бле для команд типа читов. Субтитры сделал DimaTorzok И давайте все вместе Ладно, не суть Вводим в консоль команду help И теперь вы видите все доступные команды для сервера Если вам нужно закрыть сервер Пишите эту команду Или данные на сервере могут не сохраниться Что ж, поговорим об открытии портов Для этого нам необходим U-Torrent Открываем его и сразу заходим в основные настройки Здесь указываем желаемый вами порт для открытия И включаем переадресацию U-Penat Это нужно на тот случай Если вам друг не может зайти к вам на сервер Хотя сделали вы по инструкции все правильно Тестируем наш порт Велда на Мигас Теперь я покажу вам особую программку Которая также поможет открыть вам порты Ссылка на нее в описании Открываем нашу программку Если у вас уже есть какие-то подключения Занимающий порт который вам нужен Удаляем его Хотя по хорошему удалить тут надо все У меня была уже кта Но я ее оставил Поскольку играю онлайн И не хочу проблем с подключениями Сюда пишем желаемый имя Чтоб не запутаться Здесь выбираем локальный адрес нашего компьютера Возможно если у вас нельзя будет его изменить То это хорошо Если вы его не знаете Смотрите где его можно найти на Windows 10 Сюда пишем желаемый порт Его адрес варьируется от 1 до 5000 Выбираем протокол Я рекомендую вам оставить как есть Другой используется для более простого подключения Его обычно используют в Майнрафте К нему легко подключиться Но он имеет больше проблем чем у ТЦП Поскольку его пропускная способность больше То и помех будет больше Большой пинг и вылеты с сервера нам ведь не нужны Так ведь? Жми каймоки И да Чуть не забыл Настоятельно рекомендую добавить сервер Игру в исключении фаеррала Как это сделать? Ищите в интернете Так как мой видео Ролик сегодня не о том Благодарю тебя Чтоб досмотрел это видео до конца Я могу так же Рассказать как добавить Рокет мод И плагин на ваш сервер Если же вам это интересно Хочу чтобы ты поставил лойс И подписался Чтоб я знал Что я делаю это всё Не зря и меня хоть кто-то смотрит Что кому-то мой материал интересен Удачи тебе в создании Пиши мне в эко или диск Помогу Если что непонятно До новых встреч До новых встреч